Это как бы основа основ, из чего я вас здесь собрал. Есть такое выражение «Богу Богу, а кесарю кесаря». Наивно кто-то полагал, что я пришел баллотироваться президентом Республики Беларусь. Это абсолютная глупость. Почему? Потому что в первую очередь мой посыл был направлен на то, что сегодня происходит у нас в церкви. В первую очередь. Я хотел, показывая на своем примере, показать людям, что с ними сегодня делают. А что превращают сегодня наших людей. Если сегодня проанализируется проблема пьянства, которая у нас есть в государстве, то она, безусловно, идет от духовного источника. Духовным источником нашего народа изначально является церковь. И сегодня то, что происходит в нашей церкви, показывает, что этот источник сегодня иссох. То, что там происходит, не является Богом. Десять лет тому назад, в 2006 году, я пришел на соборную кафедральную площадь. В сам кафедральный собор, для того, чтобы начать свой проект Медовый Спас. Идея этого проекта состояла в том, что мы хотели показать, что источником силы здоровья наших славян изначально был мед. Давным-давно... Я прошу про обращение, что я вас перебиваю, или давайте все-таки высветлим. То есть, таким чином отремливается, что вы скористались выборчей кампанией для рекламы своих политичных, религиозных, моральных, духовных поглядов. Я по порядку, да? Я покажу просто вам связь одного с другим. Вот с тем, кого вы сегодня выбираете. Ну, а ли сами вы понесете документы на регистрацию ЦВК? Вот для того, чтобы изменить сознание наших граждан, нужна идея. Для того, чтобы люди осознали, кого они выбирают... Шакайте, сами вы понесете документы в ЦВК? Я еще раз говорю, что я не забрался этого делать. Мне нужны были люди, которые являются живыми душами. То есть, вы отказались к участию в президентской кампании. Секундочку. Для того, чтобы принимать участие в президентской кампании, туда нужно нести не мертвые души, не мертвые списки, а туда нужно, прежде всего, ввести людей, чтобы люди видели, что сегодня голос должен был звучать с эфира. Такую возможность у них забрали. Каждый год, каждые пять лет нам организовывать один и тот же спектакль. Говорящие куклы, которые делают вид о том, что они борются с Александром Лукашенко. Это полная чепуха. Поэтому... Но ли отрывается, что вы подманули людей, заявивши, что избираетесь оболотоваться... Я хочу вам показать совершенно другой путь к победе. Не путь, который предлагает Лидия Ирмушин. Вы будете его видеть и наблюдать. Нам нужна победа совершенно другим методом. Это то, что я хочу вам показать. Эта победа будет, и вы ее увидите. Но прежде всего, чтобы осуществить такую победу, нужно пробудить наши души. Источником нашего духовного здоровья является Христос. И в силу того, что Его у нас нет сегодня в Церкви, этот образ я хочу пронести через тот путь, который я вам буду показывать. И вы увидите все это сами. Я хочу, чтобы вы просто показали, увидели те мгновения, которые позволили. Дякую велики, а ли вы собрали тут политичных журналистов и оглядальников, которые занимаются политичным электоральным процессом, нажали... Как вы думаете, когда сегодня власть, которая от Бога использует Церковь для того, чтобы скрыть правду и изменить волю Бога, то тогда возникает вопрос. От Бога ли это власть? Это очень важно.